Зная своего деда, он немножко держал, а отец большую пасеку держал. И я со школы уже решил это буду делать, этим заниматься. И вот уже 21 год будет пчелами. Семья моя, дети выросли на пасеке. И ездим только по таким местам, где тяжело доступные. У каждого человека свое мнение по вкусовым качествам. Для меня это самый высокогорный. Он более ароматный, его даже и многое скушать нельзя, задыхаешься. Какой секрет? Просто нужно это дело любить пчеловодство. А кусаются они, у них нет свой чужой. У них все чужие. Вот единственное дымом их отпугиваешь на время. Обычные дрова. Это на время, да, помогает. Ну и нужно с ними аккуратно, без резких движений заниматься. Тогда все нормально. И в погоду, когда хорошая. В пасмурную, это к ней нельзя лазить. Конкуренция, я вам скажу, что на Юфу, на Кавказе небольшая. На пальцах можно пересчитать, что профессионалы. Остальное так любители. Профессионал считаю я от 1000 пчелосемей. У меня всего 300. Если нету хорошего желания и финансового вложения для начала, то лучше этим не заниматься. Прогорешь в 100%. Потому что сейчас очень дорого все. Одна техника чего стоит. А если брать качественный мед, нужно возить далеко. Нашего Кавказа хватает. Эксклюзивную меда собирать, это надо высоко подниматься. Если у нас в горах. Если пересчитать, сколько по дням я бываю дома, это, наверное, месяц в году. Это здесь, в Осетии. А так, зимой в Сочи пасеком я. В марте привез и пошло опять. Вот сейчас горы выше, выше. Потом Прикаспийская низменность. Потом Черноморье на зимовку. Сфину это буду прививать, чтобы, если пчеловодство захочет этим заниматься, чтобы только по диким местам, ездить подальше от культурных полей. Сейчас везде все травят. Это потом это в мед, это человек кушает, потом не знают, чем болеют. А людей много за медом. Как бы охотятся за хорошим, за качественным. Кто берет, тот оптом. Они все в лаборатории проверяют. Это обязательно. Если все нормально, то и хорошо. Если нет, то до свидания. В наше время да и, наверное, всегда так было. Если порядочность будет, то у тебя и клиенты всегда будут. Люди не отвернутся. Один раз что-то сфальшивишь, а тебя отвернутся еще и нехорошего мало упустят. Это, наверное, всегда так было. И так и сейчас. А заработать денежки все хотят. Одним днем нельзя жить. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok